МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безусловно, нас всех потрясла информация о том, что на пожаре в Чуропчинском районе, вблизи участка Межрегей, погиб рабочий тракторист Смегинских автомагастралей, гражданин Армении, Игитяны Лбаги. Мы выражаем глубокое соболезнование его родным и близким. Конечно же, мы предпринимем все меры для оказания помощи семье пострадавшего. Вместе с тем, надо понимать, что безопасность людей на пожаре – это главное условие при работах по тушению. И здесь ответственность руководителя тушения пожаров и руководителя непосредственно тех ведомств, которые проводят работы по тушению пожаров, очень велика особенность. Это касается добровольцев, людей, которые не обладают профессиональными знаниями по тушению пожаров. Здесь будет проведено соответствующее расследование. Но вместе с тем, хочу еще раз подчеркнуть, что мною дано поручение, чтобы профессиональные наши спасатели, профессиональные лесопожарные проводили как раз полный инструктаж, в первую очередь, для добровольцев, которые тушат пожары. Добровольцы у нас есть. На сегодняшний день порядка 300 человек сегодня прямо работают на тушение пожаров в республике. Следующий вопрос. Это получается у нас текущая ситуация. Как у нас сегодня, какая обстановка по лесным пожарам, сколько их и какая работа ведется? Безусловно, ситуация у нас сложная. Мы сегодня тушим 63 пожара на площади свыше миллиона гектаров. 13 населенных пунктов у нас сегодня находятся в зоне опасности. Наиболее сложная ситуация по населенным пунктам у нас по Горному району, по Намскому, Усалданскому, Чурабчинскому, Кобейскому. На тушении пожаров сегодня работает порядка 5000 человек. Это 128 человек военных в Министерстве обороны, порядка 300 человек МЧС. Почти свыше 1000 человек это лесоохрана, из которых 250 это наша республиканская лесоохрана. Остальное это федеральные резервы и привлеченные силы из других субъектов Российской Федерации. И вот человек 300 добровольцев. Остальное это местное мобилизованное население. Работает свыше 700 единиц техники различной, в том числе работает и авиация, Министерство обороны и Министерство по чрезвычайным ситуациям, и вертолеты. Из-за задымления в Мирном достаточно долго у нас самолеты не работали, но уже несколько дней Би-200 и Ил-76 тоже уже начали работать по крупным пожарам по Западной Якутии. Конечно, это помогло нам достаточно серьезно ситуацию в последние дни тоже улучшить. Вот, сейчас наша главная задача это не допустить перехода огня на наши населенные пункты. По всем направлениям у нас группировки собраны, достаточно серьезные. Мы уверены, что должны отстоять наши населенные пункты. Ну, слава Богу, что сейчас у нас вот та огромная ветровая нагрузка, которая была на прошлой неделе, когда ветер достигал до 25 метров в секунду, причем в течение длительного времени. Сейчас все-таки ветер спал, и пожарным на всей территории, лесопожарным работать все-таки стало гораздо легче. И по задымленности у нас, вот мы сегодня наблюдаем столицы региона, задымленность ее в ряде населенных пунктов. Вообще, что говорят у нас по прогнозам, синоптике? Безусловно, я разделяю беспокойность жителей города Якутска дымовой нагрузкой, которая у нас появилась со вчерашнего вечера. Дым сюда пришел с пожаров в Намском горном районе. Это кроме самих непосредственно пожаров, которые там идут, у нас серьезная дымовая нагрузка также из-за отжигов. Но здесь надо понимать, что эти отжиги должны быть проведены обязательно для того, чтобы не допустить дальнейшего разгорания пожаров. Я уже объяснял, что вот когда был сильный ветер, ряд пожаров у нас по очень длинной линии, на несколько десятков километров, как раз вот в районе Тастаха, Улусы, они распространились. И вот как раз сейчас есть угроза перемене ветра, что эти пожары начнут не только в длину, но и уже в ширину распространяться. И сейчас главная задача – опохать эти пожары. Там длина минерализованной полосы в итоге будет составлять, наверное, свыше 100 километров. Там работает техника Министерства обороны, техника наших крупных компаний, таких как САХА «Транснефтегаз», городская администрация, а также со стороны вот южной части, скажем, этого пожара тоже проводят работы. И нам главное сейчас вот создать эту полосу минерализованную и провести встречные отжиги. Поэтому я прошу к этому с пониманием отнестись. Это абсолютно необходимо для того, чтобы в ближайшее время все-таки мы с этими пожарами остановили, локализовали, ну и потом уже ликвидировали. Мы надеемся, что все-таки смена ветра произойдет в ближайшие сутки, ну и уже станет легче дышать. При этом я просил руководства города, Сергея Николаевича Григорьева, чтобы все-таки по городу Якутску работодатели вот в условиях сильной задымленности делали или укороченный рабочий день, если можно делать и выходные дни, вот когда сильная задымленность на тех предприятиях, где это можно сделать. Ну и чтобы учреждения здравоохранения, скорая помощь работали в усиленном режиме для того, чтобы оказывать помощь людям, которые, конечно же, безусловно, страдают от этого сильного дыма. И последний вопрос касается помощи федерального центра. Какая помощь оказывается у нас федеральным центром? Какие эти, получается, помощи оказываны и будут оказываться? Безусловно, мы сейчас получаем очень серьезную поддержку последние недели, последние дни. Я имел позавчера беседу по телефону с президентом страны. После этого сейчас уже на территорию республики прибыли 200 специализированных пожарных спасателей, спецотрядов МЧС. 50 из них уже работают на пожарах в Намском районе. 150 человек сейчас мирно находятся. В течение сегодняшнего дня должны быть переброшены уже на пожары, где наиболее такая серьезная обстановка как раз связана с угрозой населенным пунктом. Это и в Чуропчинский район, Усалданский, Намский, Горный и Хангаласский Улус. Мы также сейчас получаем уже дополнительную помощь по линии авиации. Я обратился к министру чрезвычайных ситуаций Зинчеву с просьбой усилить вертолетную группировку с ВСУ, с водосливными устройствами, чтобы их у нас было больше. Такое решение, мы надеемся, уже принято, и в ближайшее время вертолеты должны сюда прибыть. Что касается авиации, мы, конечно же, ждем, чтобы полоса города Якутска смогла принимать самолеты. Как только позволят технические параметры полосы принимать самолеты, я очень надеюсь, что будут выданы хотя бы даже разовые разрешения на полеты военной авиации и авиации МЧС, для того, чтобы они могли работать с аэропорта Якутска. Сейчас просто идет процесс, когда бетон, положенный на взлетно-посадочную полосу Якутска, он должен затвердеть, и специалисты говорят, что это должно произойти. Минимальный срок – это после 20 августа. И мы очень надеемся, что до этого времени нам хватит ресурсов по остальным пожарам по всем отрабатывать, локализовывать их. Ну и, конечно же, решение принимается и долгосрочного характера, мы об этом знаем. Это и увеличение норматива финансирования, которое правительством страны сейчас принимается. Это и решение, которое сейчас приняла комиссия во главе с Юрием Петровичем Трутнем о выделении уже сейчас 150 миллионов рублей на приобретение специализированных тракторов класса ДТ-75, для того, чтобы мы их уже могли подготовить к работе уже в следующем сезоне, с самого начала, уже к зимнего периода, чтобы они начали работу по подготовке к следующему лесопожарному сезону. Хочу еще раз обратиться к жителям республики. Ситуация очень сложная. Мы никогда еще не испытывали такой засухи, такой жары. У нас ряд очень серьезных проблем и по сельскому хозяйству, по травостой. Сейчас правительство принимает решение. Пожары, они у нас, к сожалению, не уменьшаются. И очень прошу людей воздерживаться от выездов леса. У нас, к сожалению, уже есть по нескольким населенным пунктам случаи возникновения пожаров именно из-за человеческого фактора. Если вот июнь, июль у нас в основном это все шли сухие угрозы, и сейчас от сухих угроз возникают пожары, но по некоторым случаям мы видим, что это все-таки человеческий фактор. И для того, чтобы минимизировать последствия несанкционированных выездов на природу, вообще угрозы, в том числе и людям, которые туда выезжают, сейчас принято решение, что сезон охоты у нас тоже будет отложен до снятия режима чрезвычайной ситуации в лесах. Вот только после того, как этот режим будет снят, можно будет охотиться. Я прошу тоже охотников к этому с пониманием отнестись. Охотники – люди, которые любят природу, уважают природу, и понимают, что сейчас, конечно же, находиться в лесу, охотиться, но это совсем не то время, когда можно этим заниматься. Уверен, что мы все вместе, единой силой, справимся с стихией пожаров. Спасибо. Это был брифинг главы Республики Айсена Николаева о ситуации с лесными пожарами на территории региона. Редактор субтитров А.Семкин